добрый вечер уважаемые чиновники уважаемые члены правительства меня зовут айману марва я адвокат и обычный адвокат так и все другие но я не могу быть равнодушна к той проблеме которая сейчас назревает как сам как вам всем известно ситуация по поводу проблем касательно многодетных семей накаляется я очень сильно переживаю поскольку очень много женщин ко мне обращается кто-то звонит кто-то пишет все беспокоятся о самой проблеме также беспокоиться о том как она будет разрешена как сами как вы знаете завтра 15 февраля возможен такой возможно такое событие что эти женщины могут пойти и значит выйти на так называемый курутай в конгресс холл и убедительная просьба пожалуйста я надеюсь что эта ситуация разрешится разрешится в пользу людей чиновникам пожалуйста не прячьтесь от этой проблемы а проблема существует проблема многодетных матерей матерей-одиночек они фактически выживают все знают что они то что им платит государство это мизер на на это невозможно содержать детей вы сами попробуйте министр социальной защиты министр труда и социальной защиты облкасова то что сказала это она конечно это это как минимум оскорбление для этих женщин она не должна была так говорить так вести себя то что сказала ее заместитель вице-министр когда сми во всяком случае передают что она сказала что это их выбор что значит их выбор эти дети маленькие это граждане страны и когда чиновники не знают свою миссию и чиновники ведут себя так называя рождаемость многодетных семей их проблемы проблемами их только и что это их выбор это очень печально это как надо не знать политику государства как это надо относиться к правам людей чтобы эти чиновники перекладывали ответственность воспитания будущего поколения на сам по сами лишь только родителей это абсолютно неправильно потому что рождаемость репродукция воспитание подрастающего поколения это проблема не и не только многодетных матерей это проблема всей страны потому что это граждане нашей страны я уверена что среди вас есть люди которые вышли из многодетных семей я уверена может быть у них не все было но они делили между собой воспитывала их мать где-то может быть мать 1 воспитывала но это не помешало им стать хорошими людьми хорошими спортсменами если завтра кто-нибудь из них станет кем-то или завоюют какую-то золотую медаль олимпийскую да вы будете гордиться и говорить что это наш гражданин но вы разве не скажете о том как вы к ним относились и как вы обзывали этих матерей что то они нарожали тут вы никогда не забывайте что мы все вышли из одного места у всех есть мать я извиняюсь если я как-то грубо меня очень печалит эта ситуация потому что я обычный адвокат эти женщины не понимают что я просто адвокат что я не амбудсмен детстве которого поймать невозможно что я вообще не амбудсмен который вообще должен этим заниматься обратить на это внимание на эту проблему что я не состою в национальной комиссии и а для меня очень важно чтобы завтрашняя ситуация разрешилась что для этого нужно как я вижу если эти женщины вдруг действительно соберутся и придут чиновники пожалуйста выйдите выйдите поговорите с ними знаете какие у них проблемы вы уже принципе опоздали в это нужно было решать давно когда люди говорят о проблеме это 50 процентов того что эту проблему можно разрешить они же говорят кричат об этом вы должны были об этом знать вы должны были эти проблемы разрешать что касается министра мвд я вас очень прошу господин министр чтобы ваши сотрудники полицейские не швыряли их не кидали их и не не унижали их а просто охраняли порядок чтобы какие-нибудь тетушки вы знаете о ком я говорю и какие-то провокаторы не смогли воспользоваться этой ситуации свою пользу понимаете никому эта битва не нужна мы хотим чтобы ситуация разрешилась во всяком случае я как адвокат я в шоке что она дошла до такого до такой степени что касается того еще раз говорю как можно разрешить ситуацию этим женщинам всего лишь нужно сейчас внимание внимание чиновников какие меры они дальнейшем собираются принимать по отношению многодетным матерям какие превентивные меры с ними нужно работать я вас очень прошу может быть надеюсь на то что завтра ситуация будет разрядиться и будет спокойная и мы надеемся на то что никого не арестуют никого не будут запугивать никого не будут стрелять я вас очень прошу ведь эту ситуацию можно исправить понимаете я считаю что мы если действительно хотим попасть тридцатку ли там в тройку там каких-то государств мы сначала думать должны о своих гражданах и такое поведение чиновников некоторых чиновников конечно она вызывает недовольство у людей особенно у матерей вы не знаете что такое мать как иран и на что может мать пойти ради того чтобы покормить своего голодного ребенка я вас очень прошу но мы же не живем джунглях мы же все образованные люди ведь эту ситуацию можно обойти обойти было еще раньше то есть не дать не доводить этих женщин до этого я вас очень прошу пожалуйста завтра будьте внимательны если действительно эти женщины придут со своими проблемами к вам спасибо за внимание спасибо за внимание